Решение о проведении капитального ремонта в доме всегда принимается после проведения собрания собственников. На таком собрании и утверждается план работ. Одно из них в Краскове посетила и наша съемочная группа. Предстоящий капитальный ремонт домов 15-1 и 15-2 на улице Лорха стал поводом для встречи собственников, представителей администрации округа и фонда капитального ремонта. Дело в том, что в ходе обследования домов выявлены вертикальные трещины на углах здания, отслоение лицевой поверхности кирпичной кладки, а также выдавливание отдельных кирпичей. После исследования принято решение о капитальном ремонте. Все начальные проектные работы проведены. В пятницу будет собрание с жителями, на которых будут предоставлены все технические решения по фасаду и также по корректировке проекта, касающийся фундамента. Будет дополнительно произведена гидроизоляция, утепление. Все выявленные нарушения в части строительства этого дома будут исправлены. Жители просят не только восстановить, но и утеплить лицевую поверхность домов. В ходе общего собрания собственников мнения разделились. Часть выступила за скорейшее начало ремонта мокрым способом, другие против. У нас с торцов дома падают кирпичи. Прямо на людей и на машины. Это зафиксировано уже много раз. Поэтому мы бы очень хотели, чтобы этот вопрос решился поскорее. Чтобы поменяли фасад, чтобы утеплили наши квартиры и чтобы все было хорошо. Все согласны, что ремонт необходим. Потому что особенно торцевые стены, они промерзают, требуется утепление. Материал, который изначально был при строительстве использован, не может выдержать тот материал и тот вид ремонта, который предлагает проектная организация. Мы вам предлагаем мокрый фасад. Он просто недопустим. По итогам собрания решено организовать дополнительную встречу для более глубокого обсуждения с жителями архитектурных и конструктивных проектных решений. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.